О проекте решения о внесении изменений в решении Совета депутатов города Пушкина от 25.12.2014 номер 37.5.3 о ликвидации администрации города Пушкин, Пушкинского муниципального района. Первые два года, в 15-16, мы судились, закончились все судебные тяжести и вышли на сдачу ликвидационного баланса. Ликвидационный баланс подготовили, но оказались переплаты по копейкам, по разным налогам. Пока мы засчитывали, тут Пенсионный фонд выгрузил свою базу, и там оказались переплаты. И наконец, мы сейчас вышли на последнюю финишную, я надеюсь, прямую, для того, чтобы получили из Пенсионного фонда справки о том, что у нас не только нет заложения, но нет и переплаты. И вот с этими справками мы направили письмо в налоговую инспекцию о том, что мы не согласны с тем сальдо, который они нам выдали. И вот сейчас они разбираются, и я надеюсь, что мы выйдем к концу года. Большая надежда. Но на всякий случай мы чуть-чуть дальше сделаем, потому что там попадает годовая отчетность, нулевой, но ее приходится сдавать. Так что вот только такие проблемы, численно-технические. А страшно. Вопрос из-за головы. Это срок на управление. Ну вот мы представили, последнее, это 1 апреля. Это связано только с сдачей годовой отчетности. Если придется. Если нет, то значит мы можем успеть до конца года. Это самый последний срок на поставивание. Так, вопросы? Нет. Потому что когда переплаты засчитываются, либо какие-то недоимки, то они не сами налоговики могут сделать на месте, а только через Москву делают. А это очень долго. Это не так просто все. Вопрос звучит так. О проекте решения, о внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкина. А 22 декабря 2016 года, дробь 73, дробь 30, дробь 3, о бюджете города Пушкина в 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В 2017 год доходы увеличиваются на 287 680 рублей по источнику прочей доходы от использования имущества. Расходы увеличиваются на эту же сумму, 287 680 рублей. И добавляется бюджетное ассигнование по непрограммным мероприятиям в объеме 147 400 рублей с целью возмещения расходов в бюджету Московской области под предписанием главного контрольного управления Московской области. Добавляется бюджетное ассигнование по непрограммным мероприятиям на уплату налога на добавленную стоимость 34 080 рублей. Добавляется бюджетное ассигнование на уплату членских взносов Совета муниципальных образований Московской области в объеме 106 200 рублей. Также переносится бюджетное ассигнование внутри муниципальных программных организаций доходов бюджета города Пушкина на 2017 и 2021 годы в сумме 300 рублей с виду расходов 34 080 рублей на вид расходов 852 для уплаты налога на имущество. И переносится бюджетное ассигнование по непрограммным мероприятиям по коду бюджетной классификации 729 0103 92 80 и 851 на код бюджетной классификации с окончанием 853 вид расходов в сумме 53 рубля 50 копеек. Также бюджетное ассигнование предусмотренное в бюджете города Пушкина на реконструкцию ВЗУ 4-5 передается в виде межбюджетного трансферта в бюджет Пушкинского муниципального района, так как данные ВЗУ находятся в собственности в казне Пушкинского муниципального района. В результате в 2017 году межбюджетный трансфер будет составлять 22 миллиона рублей, в 2018 году 164 миллиона 200 тысяч рублей. Выводы. Основные характеристики бюджета города Пушкина на 2017 год меняются. Общий объем доходов бюджета города Пушкина утверждается в сумме 1 миллиард 221 миллион 939 тысяч 120 рублей, в том числе межбюджетный трансфер, получаемый из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 520 миллионов 405 тысяч 60 рублей. Общий объем расходов бюджета города Пушкина в сумме 1 миллиард 406 миллионов 474 тысяч 830 рублей. Дефицит бюджета в сумме 184 миллиона 535 тысяч 210 рублей. Направить на погашение дефицит бюджета городского поселения Пушкина Пушкинского муниципального района в 2017 году. Поступление из источников внутреннего финансового дефицита бюджета города Пушкина в сумме 184 миллиона 535 тысяч 210 рублей, в том числе изменение остатка средств по учету средств бюджета в сумме 115 миллионов 853 тысяч 930 рублей. В результате в текстовую часть решения вносятся изменения следующего характера. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции. Статью 7 изложить в следующей редакции. Утвердительные межбюджетные трансфер для предоставления из бюджета города Пушкина бюджет Пушкинского муниципального района на 2017 год в сумме 94 миллиона 81 тысяч 710 рублей. Согласно приложению 9 к настоящему решению на плановый период 2018 год в сумме 206 миллионов 307 тысяч рублей и в 2019 год 44 миллиона 906 тысяч. Можно я после запятой не буду говорить, да, все видно? Согласно приложению 10 к настоящему решению. И в абзаце 1 статьи 8 цифры 331 154,17 заменить на цифры 331 301,58. Это дорожный фон. Есть вопрос. Вот расход увеличивается. Значит, на ВЗУ 4,5 это какая сумма? Куда увеличивается? Не, не, не. ВЗУ не увеличивается. Это просто меняется вид расходов межбюджетным трансфертом. Вы правите решение о внесении изменений в решении Совета депутатов города Пушкина 26 мая 2016 года номер 143 224-3 по финансированию мероприятий по реализации предложений наказов избирателей. Уважаемые депутаты, вы помните, что мы утверждаем перечень наказов, на Совет депутатов вынесен перечень наказов. И до этого мы принимаем решение и руководствуемся решением о финансировании мероприятий по реализации наказов. Там, где прописано, что на реализацию наказов каждого депутата 1 миллион рублей. В это решение предлагается внести изменения. Проект решения предусматривает, что в связи с избранием депутата Некрасова, главой города Пушкина, избирателей по пятому избирательному округу не будут ущемлены, поскольку суммы в 1 миллион рублей, предусмотренные на реализацию наказов 5 депутатов по данному избирательному округу, остаются также в этом округе. В связи с этим прошу одобрить проект данного решения и направить его на рассмотрение в Совет депутатов.